Приветствую вас, я думаю, что у вас присутствует изрядная туля путаницы в высказываниях, потому что, ну, некоторые вот волшебные слова, они, знаете, обгровенно, просто расходятся с тем, что вы, по идее, хотите сказать. Давайте разберем ваш текст подробнее. Итак, как научиться безразличиям относиться к окружающим? Вообще не думать о них и воспринимать негатив с их стороны как забавное зрелище. Ну, смотрите, во-первых, как забавное зрелище, то есть как что-то смешное, можно воспринимать только то, что основано на противоречиях. Есть юмор, анекдоты, всё это строится на противоречиях. Если есть противоречия, есть что-то смешно. Так, было всегда. Я думаю, так, в принципе, и будет всегда. Потому что, ну, например, вот можно объяснить, да, этим, почему русский человек, допустим, да, это, насколько многогранный русский юмор. Вот, с чем это связано. Вот, собственно, всё, в том числе. Соответственно, противоречия. Что такое противоречия? Ну, что из себя, что из себя представляют? противоречия. Это взаимоисключающая, взаимоисключающая интенция. Взаимоисключающая друг с другом. Интенция. Соответственно, для того, чтобы негатив воспринимать как что-то забавное, нужно, чтобы вы были абсолютно уверены в том, что то, что говорят люди, это либо полная неправда, либо это, либо это что-то соответствующая действительности. Вот. Для того, чтобы воспринимать негатив как неправду, нужно, ну, соответственно, быть уверены в обратном. Для этого необходим, соответствующий опыт и некий, некий набор чувств в результате получения этого опыта. Если у вас это, ну, не совсем понятно. Либо, нужно признать, что это правда, и что-то уже делать с этой правдой. Либо. Либо, признать ее смыслоправду. Либо, что-то менять. Себе. От этого. Дальше. Как научиться с безразличием относиться к окружающим? С безразличием, наверное, никак. Потому что человек все-таки не робот. И именно... Ну, как бы... Нельзя относиться к людям безразличным. Вообще. Да? Это невозможно. Мы люди. Нас что-то цепляет. Нас... Что-то задевает. И прочее. Это нормально. Мы как-то реагируем. У нас есть... Ассоциации... Всякого разного рода и прочее. Безразличные нет. Но, вот так, чтобы не задевало... Да. Это возможно. Как? Лучше узнать себя. Лучше узнать то, что я сам из себя представлял. Кто я? Во... Вообще не думать о них. И воспринимать негативные... Так. Вообще не думать о них. Чтобы не думать о них, нужно... Ээээ... Преследовать собственные цели. Нужно, чтобы были цели, которые важны вам. То есть цели, соответствующие вашим ценностям. Тогда думать о других людях у вас просто не будет ресурсов. Я уже начала приобретать необходимые навыки для уверенности в себе. Какие и как. Но при этом заметила, что всё-таки безразличие к людям от этого не прибавляется. И не прибавится, потому что вы человек. И вообще, реально ли из такой чувствительной девушки, как я, стать более жёсткой? Ну, для начала... Для начала нужно разобраться, что вы понимаете под словом чувствительная девушка. Потому что... Эээ... Смысл, который вы в это вкладываете, может быть самым радым. И... Точно так же, что это значит более жёсткое. Упражнений нет. Только психотерапия. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Что сophyка? Продолжение следует...